Наталья, вы завхоз этой стоматологической клиники, и вы о ней все-все знаете. Вот когда были прилеты, я так понимаю, что вы были здесь, верно? Да, в этот момент, 27 февраля утром в 9 часов 45 минут это произошло. Это вот по крыше, да? Да, вот со стороны Маринки, и как раз ударила, вот я вот здесь вот как раз стояла, и был очень сильный взрыв, все разлетелось, все перемолотилось здесь так, что в общем все-все под взрывной волной куда-то сносило в этот миг. Все побежали в укрытие вниз, у нас укрытие есть, все туда побежали. Потом я вернулась, выключила компьютеры, которые остались, и все. С тех пор начались вот эти проблемы, да? Да. То, что все течет, плесневеет, портится, проседает. Так, сейчас какая необходимость? Самое главное это перекрытие крыши, да? Да, перекрыть кровлю, потому что наступает зима, вот, чтобы у нас была как хоть какая-то подготовка. Из-за того, что течет, оно уже находит протоки не только на первом этаже, но уже и подвальное помещение, там у нас и ЦСО, и, ну, в общем, тоже люди работают, все затапливается, и находит проток такой, что такими темпами, я вот как-то в воскресенье приходила, когда был дождь, и просто ужас. Мне так еще нужна, я так понимаю, помощь электрика, да? Ну, электрика здесь у нас по этой стороне нет электричества, мы его отключили, потому что вот здесь вот искрит, и у нас интернет отключен, все отключено. Из-за чего? Из-за того, что Кантел нам отказывает делать, в связи с тем, что у нас не починено кровля. То есть сначала перекрываем кровлю, а потом все остальное? Да. А так еще какая-то необходимость есть там в оборудовании, еще в чем-то? Потому что, я так понимаю, у вас больница такая достаточно старенькая. Ну, нам вообще-то нужен рентген-аппарат новый, потому что старый ломается постоянно, мы его ремонтируем, для того, чтобы продолжать работать. Ну, так вот как-то, не знаю. Ну, ладно, я надеюсь, что у нас все получится совместными силами, все причините, сделайте, все будут сюда ходить, лечить зубы, а врачи спокойно работают. Ладно, спасибо вам.